События, о которых пойдет речь в этом видео, произошли в 2019 году. 17-летняя Ники Кунхаузен, проживающая в городе Ванкувер, штат Вашингтон, ушла из дома и больше не вернулась. Вскоре полиция начала расследование, а о Ники узнала вся страна. Ники, которая воспитывалась матерью, была с ней очень близка и хотя по состоянию на 2019 год она жила отдельно от матери, они ежедневно поддерживали связь. Все изменилось 6 июня 2019 года. В этот день Ники исчезла и этот день разделил жизнь ее матери Лизы Вудс на до и после. Когда Лиза не смогла связаться с Ники, она сразу стала переживать и чувствовать неладное. Надежды женщины на то, что у Ники разрядилась батарея или возникли какие-либо другие проблемы с телефоном, таяли с каждой минутой. Еще одним важным показателем того, что что-то не так, для Лизы Вудс стало то, что Ники, которая была активным пользователем социальных сетей, ни в одной из них не появлялась. Ну а когда не находившая себе место мать обзвонила известных ей друзей дочери и выяснила, что никто не знает где она может быть, ей ничего не оставалось, кроме как сообщить о пропаже. Лиза обратилась за помощью в правоохранительные органы и полиция начала свое расследование. Предположение офицеров о том, что Ники могла исчезнуть по собственной воле, Лиза отвергала. У них с дочерью были близкие отношения и она не верила в то, что Ники заставила бы ее так переживать. Семья, друзья и волонтеры расклеивали листовки с изображением Ники, в надежде, что кто-то мог ее видеть или что-то знать о ее местонахождении. Восстанавливая хронологию событий, предшествующих пропаже, полицейские поговорили с соседями Ники, делившими с ней квартиру. Те рассказали, что видели Ники в день ее пропажи. Она вела себя как обычно и ничего странного в ее поведении они не заметили. Покидая квартиру, Ники сказала, что собирается встретиться с парнем. И это на тот момент было пока единственной зацепкой, так как по сведениям полиции, парня, с которым бы Ники встречалась на постоянной основе, у нее не было, а значит она могла отправиться на встречу с новым, мало знакомым ей человеком. Вскоре информация о том, что Ники договаривалась о встрече в день своего исчезновения, подтвердилась, получив доступ к ее профилю в приложении Snapchat, полицейские соответственно получили доступ и к ее переписке. Так они узнали, что в день своего предполагаемого исчезновения, 6 июня, Ники переписывалась с человеком по имени Дэвид, который судя по переписке и был тем парнем, с которым она должна была встретиться. Характерным было то, что встреча состоялась в не совсем обычное для свиданий время, а именно ранним утром, примерно в половине шестого. Обладая данной информацией, для полиции было крайне важно установить личность человека, с которым переписывалась Ники, так как судя по всему, он был последним, кто ее видел. Используя профиль Дэвида в Snapchat как отправную точку, детективы быстро выяснили его личность. Человеком, с которым Ники договаривалась о встрече, оказался 25-летний Дэвид Богданов. Но если установить его личность получилось легко, то найти его оказалось не так просто. По адресу, где был зарегистрирован Дэвид, он не проживал, а на телефоны и звонки и сообщения не отвечал. Все, что удалось о нем узнать, это то, что он работал в семейной строительной компании, и никаких проблем с законом не имел. Казалось, что Богданов исчез так же, как и Ники, с той лишь разницей, что о его пропаже никто не заявлял. Это наводило полицию на мысли о том, что Дэвид и Ники могут по какой-то причине скрываться вместе, или что еще хуже, с ними могло что-то произойти, а поводы для беспокойства были. Мать Ники рассказала, что примерно за год до пропажа, ее дочь подсела на запрещенные вещества. Лиза, как могла, пыталась помочь дочери в борьбе с пагубным пристрастием, но лечение в специализированных клиниках не приносило ожидаемого результата. Данная информация давала полиции еще один повод задуматься. Возможно, исчезновение Ники было косвенно или напрямую связано с запрещенными веществами. Но как бы то ни было, детективы рассматривали все возможные версии и зацепки. Прошел месяц, за ним второй, но ответа на вопрос, где может находиться Ники Кунхаузен и жива ли она вообще, не было. С момента своего исчезновения она не появлялась ни в одной из своих учетных записей в социальных сетях. Приложенные семьей и полиции усилия для установления ее местонахождения, к сожалению, не принесли никакого результата. В конце сентября 2019 года произошло то, что стало в некотором роде сюрпризом для детективов. Дэвид Богданов, человек, с которым Ники договаривалась о встрече в день своего исчезновения, сам связался с полицией, сказав, что из-за проблем с телефоном он только получил их сообщение. Один из детективов договорился с Дэвидом о встрече, предварительно предупредив, что расследует исчезновение Ники Кунхаузен. На встрече, состоявшейся 2 октября, Дэвид не стал отрицать, что он встретился с Ники 6 июня. Он рассказал, что вечером 5 июня выпивал в одном из баров Ванкувера. Уже после полуночи, то есть фактически 6 июня, он заметил на улице одинокую девушку. Это была Ники. Подойдя, он предложил ей куртку, так как на улице было прохладно. Слово за слово, между ними завязался разговор. Затем он предложил ей выпить, и она согласилась. Около трех часов ночи Ники отправилась домой, но перед этим они обменялись контактами. Около пяти утра Ники написала Дэвиду в снэпчате, сообщив адрес, где она живет, после чего он поехал по этому адресу. По словам Дэвида, после того, как Ники вышла, они некоторое время сидели в его машине и разговаривали. Во время этого разговора, Ники сообщила о себе такое, что вынудила Дэвида попросить ее покинуть автомобиль. Дэвид сообщил, что он был потрясен, когда Ники сказала ему, что физиологически она мужчина. Ники появилась на свет как Николас. По словам Лизы Вудс, ее сын с малых лет ощущал себя девочкой, а она как любящая мать поддерживала выбор своего ребенка. Уже в шестом классе Николас сделал окончательный выбор и стал жить как Ники. По словам Дэвида, после того, как он это узнал, он не хотел больше какого-либо общения и попросил Ники уйти. Когда она вышла из машины, он уехал и больше ее не видел и никак с ней не контактировал. Правда потрясшая Богданова не была открытием для полицейских. Они с самого начала знали о происхождении Ники. И хотя Дэвид, судя по всему, был последним, кто ее видел, никаких улик, связывающих его с исчезновением Ники у полиции не было и его отпустили. Но в то же время детективы, понимая, что Богданов это их единственная зацепка, стали более пристально его изучать. Так было установлено, что в день исчезновения Ники, Дэвид купил билет на самолет и покинул Соединенные Штаты. Обратно он вернулся только спустя 6 недель. Самую ценную информацию полиции предоставил оператор сотовой связи. Так, согласно отчету, в то утро, когда Дэвид якобы попросил Ники выйти из его машины. Его телефон двигался из Ванкувера в сторону Лиственничной горы. Туда ведут грунтовые лесовозные дороги. И это то место, где легко укрыться от посторонних глаз. Поездка Дэвида туда и обратно заняла немногим более часа. Ответ на вопрос, зачем Богданову после бессонной ночи потребовалось ехать в горы, был получен 7 декабря 2019 года. У подножия крутого оврага рядом с дорогой, ведущей к горе, были найдены скелетированные, разбросанные животными останки. Там же нашли различные предметы одежды, украшения и обувь, которые сразу давали полиции представление о том, кому же принадлежат обнаруженные останки. Неделю спустя стоматологическая экспертиза подтвердила, что это останки Ники Кунхаузен. Также судебно-медицинский эксперт назвал причину смерти. Сломанная подъязычная кость говорила о том, что Ники была задушена. На месте обнаружения останков полиция нашла кабель для зарядки телефона, завязаны на несколько узлов в виде петли. Этот кабель и был орудием преступления. У полиции был только один подозреваемый, Дэвид Богданов. 17 декабря 2019 года его вызвали в участок, чтобы еще раз поговорить с ним, на тот момент в интересах следствия. Об обнаружении останков не сообщили даже матери Ники. Рассказ Дэвида в точности повторял его первоначальные показания. Он продолжал настаивать на том, что узнав правду о Нике, высадил ее из машины и уехал. Его попросили вспомнить, куда он после этого поехал. На что он ответил, что поехал на работу в город Портленд, в штате Орегон. Таким образом, детективы поймали Дэвида на лжи, ведь они знали, что тем утром он поехал в противоположном от Портленда направлении, в тот район, где впоследствии нашли останки, а затем, позже в тот же день, покинул страну. Когда Дэвиду сообщили о наличии изобличающих его данных, полученных от оператора сотовой связи, он потребовал адвоката. Его арестовали и впоследствии предъявили обвинение в лишении жизни второй степени. Плюс к этому добавилось обвинение еще и в злонамеренном преследовании. То есть, Дэвида обвинили в том, что его деяние было мотивировано принадлежностью жертвы к меньшинствам. Мать Ники, Лиза Вудс, заявила, что ее дочь лишили жизни только из-за ее особенности. На судебном процессе, начавшемся в августе 2021 года, защита Дэвида сделала заявление, в котором утверждалось, что их подзащитно лишил жизни Ники вовсе не из-за ее принадлежности, а что он действовал в целях самообороны. К этому времени, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли подписал законопроект под номером 1678, получивший название Закон Ники Кунхаузен. Этот закон предотвращает уголовную защиту на основании раскрытия фактической или предполагаемой гендерной идентичности или сексуальной ориентации жертвы. Проще говоря, защищать себя в суде, утверждая, что совершил преступление, находясь в шоковом состоянии от того, что узнал о реальной принадлежности или ориентации жертвы, нет никакого смысла. Это не будет давать поблажек, а наоборот будет рассматриваться, как отягчающее обстоятельство. Богданов представил свою версию развития событий, согласно которой он действовал в целях самообороны. Из его рассказа следовало, что когда он забрал Ники из дома, они в какой-то момент оба оказались на заднем сидении его автомобиля. В машине у Дэвида всегда был пистолет. Перед тем, как пересесть на заднее сидение, он положил его на центральную консоль. Дальнейший рассказ Богданов вел со слезами на глазах. По его словам, находясь на заднем сидении, они с Ники начали целоваться. Когда за поцелуями должно было последовать продолжение, он с ужасом для себя обнаружил, что Ники не совсем девушка. Он сразу же оттолкнул ее, начал ругаться и предъявлять претензии по поводу того, что она не сказала ему, что физиологически мужчина. Он кричал и требовал, чтобы Ники покинула автомобиль. Но она отреагировала агрессивно и вместо того, чтобы выйти из машины, стала тянуться к центральной консоли, где лежал пистолет. Тогда Дэвид, по его словам, стал понимать, чем это может для него закончиться и попытался схватить Ники за куртку. Но она была слишком скользкая, чтобы ухватиться. Затем ему под руку попался шнур для зарядки телефона. Схватив шнур, Дэвид перекинул его через голову Ники в район груди и начал тянуть на себя. Но тот соскользнул на шею. Ники пыталась вырваться и дотянуться до лица Дэвида. Поэтому, по его словам, он тянул шнур до тех пор, пока она не перестала сопротивляться. Поняв, что совершил непоправимое, Дэвид запаниковал. Как он утверждает, он хотел позвонить в полицию, но испугался и не сделал этого. Вместо того, чтобы позвонить в 911, он отвез тело туда, где впоследствии обнаружили останки. Прокурор добивался не только признания Дэвида виновным в лишении жизни второй степени, но и акцентировал внимание на том, что мотивом стала принадлежность Ники. После двух дней совещаний присяжные приняли единогласное решение. Дэвид Богданов был признан виновным и в лишении жизни второй степени и в злонамеренном преследовании. 9 сентября 2021 года был оглашен приговор. Перед тем, как его огласить, судья выступил с заявлением, во время которого не смог сдержать слез. Он сказал, что данный судебный процесс символизирует движение тьмы к свету и станет наследием Ники Кунхаузен. По делу о лишении жизни второй степени Дэвид получил 19,5 лет. Это максимальный срок, к которому его могли приговорить. Также он получил еще один год по обвинению в злонамеренном преследовании. То есть суд пришел к выводу, что преступление было мотивировано принадлежностью Ники. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok